Доброе утро, мои дорогие! Вот что значит праздничное утро. Тихо! Господи! Тянет собака! Никого! Вон там тётенька с собачкой. И я бабушка с собачкой. А вон ещё чего-то. Обычно народ туда-сюда. Хорошее такое утро. Такое хорошее. Тихое. Не холодное. Хорошо. Ой, так расстроилась вчера из-за этого стрима. Сашка приехала в первом часу уже с гостей. Я говорю, Саша, ничего не вышло. Почему? Я-то откуда знаю почему. Не знаю. Так, ну ладно, мне пора пакетик доставать. Мальчик покакал. Сейчас. Всё как положено. Сейчас уберу. Нету собак. Поздно мы вышли. Чё сидим? Чё сидим? Никого нет, да? Все уже погуляли. Время девятый час. А потому что легла-то поздно. Легла поздно. И встала. Поздно. Да. Пойдём. Скучно, да? Скажи, что такое нету ни одной собаки. Ну, он проснулся и меня сразу пришёл. Поднял. Ну, мы пошли. Неумытые. С нечищенными зубами. Вот это вот. Нюхает, 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 нюхает. Ой, фу. Пойдём. Пойдём, пойдём. Да нет, увидишь ни одной собаки. Девчонки, мои золотые. Господи, как же мне помогает засыпать вот этот аппликатор Кузнецова. Я давно так не спала. Чтобы даже ночью не просыпаться. Ну, просто удивительно. Очень всем советую. У кого плохо дело с засыпанием, полежали. Да минут десять я лежу. И прям развозит меня. Прям... Всё. И засыпаю. Надо же. Я столько лет мучилась с засыпаниями, с этими, с просыпаниями по ночам. Надо же. Все спят дома. А чего ты скулишь? Скучно? Скучно. Глаз грязный. Сейчас я тебя вытру. Пойдём. Пойдём. Нету никого. Да. Скулит даже. Да. Да. Никого нету. Я тебя и не поглядела с утра. Сама-то еле глаза открыла. Фу. Фу-фу-фу-фу-фу. Вот. Так что вот такие дела. Ну что, осталось мне немножко в Питере побыть. Собственно, сколько мне осталось-то? Три дня. Я поеду. Девочки, я выпаду. На пару дней. Вы меня не бросайте. Потому что я поеду и снимать я не буду. Мне это не приносит никакого удовольствия. Всякие скорбные дела. Вот. А у меня получается, я такой человек, что я потом это вижу. Ну, и монтирую, да, пока. Потом все равно читаешь комментарии, смотришь видео это. И мне ну, еще хуже. Вот. Поэтому вот так, смотрите. Смотрела тут Лену Баттл. Она говорила, вот, в Твери все расцветает, а у нас в Питере да в Питере тоже все уже. Красота, Леночка. Ой, парень, ты куда-то далеко пошел. Пойдем назад, зайка. Пойдем. Сел. Данте, пойдем. Пойдем назад. Пошли. Пойдем. Ну, куда я с тобой далеко-то пойду? И вообще он вышла, видите. Ха-ха. В шлюпках. Не стала даже ботинки одевать. Пойдем, зайчик. О, нет. Большовато, да, деревяшка для тебя? Вот. Так что вы меня не теряйте. Приеду в Крым. Разберусь там с электричеством. С интернетом. Надо сразу будет подключить. И будем делать. Планов громадьё. Прям громадьё, мои хорошие. А чё, у меня и материала много. И цемента надо делать. И сажать. И разбираться в гостевых комнатах. Которых получается больше, чем жилой моей площади. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Распрыгался. Так что. Поедем заниматься делами. Хватит прохлаждаться. Ой, Данте. Пойдём, пойдём, зай. Ну, пойдём. Матька, к сожалению, так и не нашёлся. Ну, это прям судьба какая-то у котов в волне. Рядом дорога. Жалко, конечно, жалко, но больше я никаких котов и собак заводить не буду. Это только переживания. Вот такие дела. Вот такие дела. Он мусор забирает. Ну, что страшная бойцовая собака. Пойдём. Люди почему-то думают, что он вырастет в огромного пса. Нет. Это порода. Он небольшой. Он, может быть, ну... Ну, может... Не знаю, ну... Ну, вот сейчас он весит 10 килограмм уже. Пойдём, пойдём. Данте. Пошли. А будет весить 25. Это совсем небольшая собака. Куда-то несёт в яму там грязь, бутылки и всякое безобразие. Между прочим, собашники собрались бы. Да убрали всё. Ну, субботничек-то. А то срач. А собашников тут дофига. Да. Я бы тут жила, я бы их подбила на это дело. Всё бы граблями всё пособирать и вывезти отсюда. Свои же собаки порежутся. Да, да, мой хороший, да. Пойдём. Лапа режут, а стёкла вечно собаки. Нет, нет, нет. Нет, мы не пойдём в яму. Ну, как ты себе представляешь, Данте? Я в яму полезу, а? Тут по ровной ты ходишь. Дороги спотыкаешься. Вот. Ну, ладно, мои золотые. Мы сейчас ещё походим перед домом. И пойдём домой. Будем начинать новый день. Я не знаю, что я сегодня делать буду, но мне очень хочется съездить фикс прайс, который был на ремонте. он уже открылся. Вот. Хочу туда съездить. Это недалеко. Ну, вообще, напоследок поглядеть. Может, что новенького там привезли. Правда, денег у меня уже нету. Денег осталось только доехать. Ну, что ты? Куда ты смотришь? Ладно, пойдём. Пойдём потихонечку двигаться к дому. А то мне неудобно. И пакетик с какашками тут, и поводок, и телефон. Мои дорогие, нужна ваша помощь. Вот это, что мне досталось бусины оптом. Вот такие две шикарные бусины, но в них застрявшие нитки. Как их вытащить оттуда, я не знаю. Не знаю. Может, кто-то знает способ какой, а? Подскажите, пожалуйста. Буду очень благодарна. Ну, прям хорошенны бусины. Крупные такие. Можно было серьги сделать из них. Ну, вот застрявшие нитки. Вот такая вот беда. Вот. Леночка получила, что я отправляла с Деком ей посылку. Очень быстро дошла. Я прям даже удивилась. Вот. Вот. Очень я рада, что все дошло, что она все получила и может теперь носить. Сейчас фотографию вам покажу. Смотрите, какой чудесный кустик в цветочках весь. Ой, не знаю, правда, что это за куст. Смотрите, сразу, сразу цветочки пошли. сразу три штуки. Господи, тут от одного грязи столько, что не успеваешь убирать. А тут три штуки. Героические люди. Или у них засрано все. Я не представляю. Наверное, у кого как. У кого-то и с собаками чисто, у кого-то и без собак грязи по уши, да? Люди разные. Интересный у меня день сегодня. Я у вас что-то советов прошу весь день. Мои золотые. Есть еще такая проблемочка. Сухая мозоль между пальцами на ноге. Кто сталкивался с таким делом, скажите, пожалуйста, чем вывезти? Потому что интернет интернетом. Иной раз прям сразу найдешь действенность, средства. А иной раз столько денег потратишь и толка никакого. Так что помогите, кто в курсе. очень благодарна буду. Так, автобус мой, по-моему, идет. зелень какая пошла. А я приеду сейчас, у меня, наверное, уже и тюльпаны отцветут. Нарциссы точно отцветут, наверное. пока я доеду. ха-ха-ха-ха. ха-ха-ха. ха-ха-ха. Ну, ничего, другие зацветут. А там рябчики, наверное, уже тоже, наверное, уже цветут. Так, а что у меня сколько времени не было. Да. уехала-то я. Какого я уехала-то, господи? 10 числа. 10 апреля. Ну. А уже май. Ну, что делать? Пропустила. Ха-ха-ха. В этом году. Ничего, там розы зацветут. Траву уже косить надо. Надо, приеду сейчас цветы сажать, а там травы, наверное, по колено уже. Куда сажать? Надо будет, видите, просить. Косить. Выдирать. Так, ну ладно. Я пойду пешком до большевиков. Зайду еще там в магазинчик. Представляете, в тот раз купила три последних штучки фурнитурочки. И не могу найти. Не могу. Все свое барахло перерыло. То ли Данте куда-то уволок. Они в пакетике были. Да нет, вроде. Я же убираюсь. Вроде нигде нет. Не могу найти прям одно расстройство. Я их столько лет хотела. Тут всего три штучки. Ну, сейчас посмотрю. Там вроде были какие-то еще типа таких мелкие, тоже несколько штук. Если есть, куплю. Три года назад в этом доме был шикарный, здоровущий магазин тканей. Ой, господи, чего тут только не было. Я еще думала, думаю, надо сходить. Ну, и вот нет теперь. Жалко. Мы, мы даже вот здесь, где этот ресторан теперь, забрала маленьких семь штучек последних. Пиво, рыба. Почему, когда можно, а не хочется? Когда нельзя? Ой, я бы сейчас, наверное, прям пиво с рыбкой. Ого. Хоть не ходи мимо этих магазинов. Одно расстройство. Ой, погода такая странная. Солнце, дождик сейчас капал, тучки. Так, зайти, что ли, в секунд? Ну, а что дома-то делать? Ну, вот, купила резиночку для браслетов. Восстановила. Вот один браслетик. Ну. Вот такой вот браслетик. Ой, девчонки, все, что я купила оптом, всю эту коробку, я перемыла, пересушила. Вот, сейчас еще один сделаю. Вот такой вот. Может, кому-то понадобится. Может, кому-то нравится. Ну, хотя, немного где продаются, конечно. Но все равно форма разная. Потом это камень. Ну, гавлит тонированный, но камень. Не какая-то пластмасса. Прям такой тяжеленькой. Ну, вот, нашла я, слава Богу, свои вот эти три, которые я до этого купила. Вот. И купила еще вот семь штучек поменьше. Ой. Жалко, мало. Мне так нравится эта фурнитура. Такая интересная. Сейчас вот я вам покажу, какие можно серьги сделать. Ну, вот, смотрите. Жалко, конечно, что они не под золото. Ну, и под янтарь-то вот, конечно, с золотом лучше. Сейчас другого цвета сделаю. Ну, можно красные взять. Не знаю. Там зеленые, голубые. Ой. Интересная фурнитура. Вот. Звонил сейчас Костя. С Сашей я с маленьким разговаривала. Который вам говорил привет, девочки. Он мне говорит, я скоро к тебе приеду в Крым. Костя говорит, а что тут месяц остался? И приедем. Так что да. Скоро лето. Что-то фокусируется плохо. Не даёт бабушке заняться делом. Требует играть. Безотцовщина. Отец на войне. Мать в гостях. Ай! Опять меня укусил. Дам-дам. А ты уже то убегал, не давал за игрушку схватиться. А теперь уже... Ты уже сам, наверное, устал, да? Устал? А я-то как устала. Ну, хватит уже. Дам-то. Дай бабушке поработать. Зайка. Дурачок маленький. Выдрогся. И к ночи он теперь вот давай играть тут с ним. Да? Маленький. У тебя такой взгляд. Не хочешь, а будешь играть. Да? Всё. Ну, хватит. Хватит. Сейчас мама уже приедет. Да. Да, он вот так. Он уже на коленку залез. Иди, займись чем-нибудь ещё. Поиграй сам. Поиграй. Кошку гонял тут. Ну. Маленький. Скучает. Прям смотрит на кресло, где Данька сидит, работает. Смотрит, так сидит. Да, скажи. Мы так можем несколько часов подряд. Хватит. Фу. Всё. Слюнявил. Ободрал всю игрушку. Была приличная. Вон. Всё пообдирал. Ну. Уже и дырка в ней. Ну, я-я-я-я. Субтитры сделал DimaTorzok